16 11 17 был совершен поход на лигу справедливости и это мое мнение как всегда в общем я фильмом доволен как ни странно я ожидал что будет полным говном но как предыдущий фильм на которых ходил этот отряд самоубийц бэтмен против супермена еще в том году bps более-менее был смотрибельным даже интересным но только из-за бен аффлек который играл бэтмена да вот это вообще тема была а так в принципе все и отряд самоубийц понравился только станка с бэтменом все все остальное блин таким диким трешем было несмотрименным а я тоже самое ждал от лиги справедливости если честно то есть не думал что может быть вообще получится что-то из этого хорошие но получилось что-то хороших в принципе я остался довольным если сравнивать вот с marvel 10 сравнивать с марвел но это ни к чему в принципе марвел не единственно кто снимает фильм по супергероем блин так что юмор есть да кстати что хотел есть юмор довольно уместно довольно смешной как говорится редко но метко не то что в торе через каждые две минуты гэги и шутки про члены письки на стоячок мы все такое все как и любит большая часть россиян кого-то под них этот фильм оделся а насчет лиги справедливости ну как сказать юмор есть он уместный он смешной шуток в принципе не так уж и много если сторон сравнивать ну что реально смешные я от не знаю спалить или нет но блин ладно прямо сейчас говорю спойлеры прямо сейчас реально спойлер считаю всего фильма сейчас будет кто хочет может достаться кто не хочет выключаете через две секунды короче расскажу все спойлеры все самое интересное в общем кто остался молодец а кто ушел тот тоже молодец он коротева нанесу так вот крутые моменты были когда оживили супермена то есть я ожидал что он его групп скроют и там будет чего-нибудь типа он уже сбежал типами кого показали в бпс там групп пошутнулся когда его закрыли я ожидал что в следующий раз он это вылетит оттуда но нет он был он реально был мертвым его потом оживили с помощью куба там этого энергона как трансформер в общем а еще были моменты крутые с этим главным злодеем ну как сказать он вообще никакой получился но моменты там экшн-сцены были крутые если за экшн-сцены брать то это было очень круто а как злодея ну вообще никакой и еще крутой момент был с этим суперменом когда он там то есть когда вся лига вот пришла кроме бэтменом пока он там копошился там было такой небольшой замес и он тот момент когда он за флешем такой смотрит на него он же то есть флэш бежит на сверх скорости считаем и супермен зачитаю вот с ним наравне там дрался блин то вот это реально было и крипово так и весело вы там супермен показался во всей красе ну и минус тоже такой незначительных точнее до значительное то что лига лигу показали под конец именно что под конец фильма показали что они не могут справиться с главным злодеем а супермен раз два и все и он уже победил то есть это как бы минус даже не знаю как к этому относиться если честно то есть если супермена не проиграли бы правильно правильно все а так то как к рояль кустах но если это удалить то и оставить чисто момента где нет супермена то фильм бы сильно мне понравился чистый забан африк где мне ну если честно мне нравится его уже брюс воин так что вот так вот то есть от меня оценка 9 сходите в кино то есть реально сходите посмотрите не пожалеете денег например я не пожалел и следующее на что будет обзор из фильмов именно что это звездные войны то есть какого там 14 или 15 числа выход декабря так что вот так вот всем кто слушал или смотрел кому как удобно всем спасибо за просмотр и всем пока еще такое отступление хотел бы добавить то что то что вот лиги справедливости должен было быть супермен то вообще нифига не спойлер потому что в промо версии постеров там он красовался во всей красе то есть я я думал что это какой-то фан постер ну блин ни хера это был реально то есть они просто ли они сами же проспойлерили себя в общем как то так